Продолжение следует... Продолжение следует... Если стороны, все стороны одного треугольника пропорциональны сторонам другого треугольника, то два треугольника являются подобными. А сейчас давайте решим задачу на подобие треугольников. Итак, подобны ли два треугольника, если два угла в первом треугольнике, угла А и угла В, 43 градуса и 75 градусов, а во втором треугольнике углы Д и Е 62 градуса и 75 градусов? Мы знаем, что сумма всех углов любого треугольника равна 180 градусам. Рассмотрим первый треугольник или треугольник А, В, С и вычислим значение угла С, зная, что угол А у нас 43, а угол В 75, а угол А плюс угол В плюс угол В в сумме дает нам 180. Значение угла С получим 180 минус угол А минус угол В или 180 минус 43 минус 75, получаем 62 градуса. Нашли значение угла С и рассмотрим треугольник Д, Е, Ф. По условиям мы знаем, что угол Д равен 62 градусам, а угол Е равен 75 градусам. Углы В и Е уже равны между собой по условиям задачи, и мы выяснили, что угол С равен 62 градусам, как и угол Д. А значит, по первому признаку, то есть по двум углам, наши два треугольника являются подобными. Ребята, узнав, что треугольники подобные, иногда возникает сложность выяснить, какие именно стороны являются соответствующими для того, чтобы построить пропорцию. Давайте это выясним. Итак, треугольник А, В, С и треугольник Д, Е, Ф. Мы видим, что угол В равен углу Е. Обозначили данные углы. Далее, мы выяснили, что угол С равен углу Д. И получается, что угол А будет равен углу Ф. Тогда получаем соответствующие стороны. Сторона В, С соответствует стороне Д, Е. И если мы будем строить пропорцию для того, чтобы выяснить коэффициент подобия, то можем разделить В, С на Д, Е. Далее, сторона С, А соответствует стороне Д, Ф. И, наконец, сторона А, В соответствует стороне Е, Ф. Соответствующие стороны вы можете выяснить по обозначению углов. Подобны ли два треугольника, если угол С равен углу Е и В, С равен 9, а А, С 6 в первом треугольнике, в треугольнике А, В, С. А в треугольнике Д, Е, Ф. Д, Е равен 4, а Е, Ф равен 6. Итак, рассмотрим отношения имеющихся сторон. В, С к Е, Ф равно 9 к 6, получаем 1,5, если разделить 9 на 6. И отношения А, С к Д, Е 6 к 4, или 1,5. А также углы между данными сторонами равны, получается, по второму признаку подобия треугольников, полученные два треугольника являются подобными. И, как вы видите, коэффициент подобия равен 1,5. То есть, каждая сторона треугольника А, В, С в 1,5 раза больше соответствующей стороны треугольника Д, Е, Ф. Подобны ли два треугольника, если у треугольника А, В, С стороны А, В 8, В, С 10, А, С 12, а у треугольника Д, Е, Ф, Д, Е 15, Е, Ф 12, Д, Е 18 единиц соответственно. Ребята, рассмотрим отношения соответствующих сторон. А как мы это выясним? Сравнивая данные числа, конечно же, у нас есть из трех сторон Наименьшая сторона, наибольшая и средняя по величине сторона 8, 10 и 12 Точно так же у треугольника DEF 15, 12 и 18 18 наибольшая сторона, 12 наименьшая, а 15 средняя Получим следующее отношение AB к EF равно BC к DE равно AC к DF Давайте подставим числа и убедимся в этом 8 к 12 относится как 10 к 15 И данное отношение равно 12 к 18 Если сократить, мы получаем везде 2 третьих Коэффициент подобия 2 третьих Следовательно, данные два треугольника подобны по трем сторонам Если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сторонам другого треугольника То данные два треугольника являются подобными Третий признак подобия треугольников Следующая задача Стороны треугольника равны 8 см, 11 см и 15 см Найдите стороны подобного ему треугольника Если коэффициент подобия равен 0,5 Итак, у нас есть треугольник с тремя сторонами Нам нужно найти подобный ему треугольник Стороны подобного треугольника Если есть коэффициент подобия 0,5 Значит, мы идем от данного треугольника к подобному Делим стороны данного треугольника на соответствующие стороны подобного треугольника И получаем 0,5 Давайте запишем данные отношения 8 к А равно 11 к Б равно 15 к С Все это равно 0,5 или 1,2 Итак, 1,2 показывает нам, что стороны подобного треугольника в два раза больше сторон Соответствующих сторон имеющегося треугольника А значит, если мы каждую сторону исходного треугольника умножим на 2 Получим подобный ему треугольник 8 умножить на 2 получаем 16 11 умножить на 2 получаем 22 И, наконец, 15 умножить на 2 получаем 30 см Получили стороны подобного треугольника На прямых А и Б, пересекающихся в точке О, взятой точки А, С и Б, Д соответственно То есть на прямой А мы берем точки А и С На прямой Б точки Б и Д Так что А, Б, прямая А, Б параллельна прямой С, Д Докажите, что треугольники О, А, Б и О, С, Д подобны Итак, рассмотрим два случая Когда прямые А и Б пересекаются И известно, что А, Б и С, Д параллельны А, Б и С, Д могут находиться по одну сторону от точки О Либо на противоположных сторонах И рассмотрим оба случая В первом случае, так как прямые А, Б и С, Д параллельны Мы получаем соответственно углы между параллельными прямыми А, Б, С, Д и секущей прямой О, А Или прямой А Угол О, С, Д и угол О, А, Б равны И точно так же мы получаем соответственно углы Между данными параллельными прямыми и секущей прямой О, Б Углы О, Д, С и О, Б, А Получаем, что два треугольника подобны по двум углам Или по первому признаку подобия треугольников И второй случай Если прямые А, Б и С, Д расположены по разным сторонам от точки О Но они также параллельны между собой Мы получаем накрытся лежащие углы между прямыми А, Б и С, Д И секущей прямой А Получаем угол Д, С, О равен углу О, А, Б И аналогично между нашими параллельными прямыми и секущей прямой Б Мы получаем накрытся лежащие углы О, Б, А и О, Д, С Также между собой равны А значит полученные треугольники О, А, Б и О, С, Д Являются подобными по двум углам Или по первому признаку подобия треугольников Постройте треугольники А, Б, С и Д, Е, Ф Имеющие координаты вершин Заданные следующими значениями И выясните, являются ли данные треугольники подобными Итак, на координатной плоскости давайте рассмотрим Все шесть точек и отметим Все точки соединим, получим два треугольника А, Б, С и Д, Е, Ф Как показано на рисунке Как мы можем выяснить, подобные ли два треугольника или нет Можем выяснить это по признакам подобия Давайте найдем стороны каждого из данных треугольников Итак, мы знаем, как находить расстояние между двумя точками на плоскости Если заданы координаты точек Пусть точка М1 имеет координаты Х1, У1, А, М2 Координаты Х2, У2 Тогда М1, Н2 равен корень квадратный из Х2 минус Х1 в квадрате Плюс У2 минус У1 в квадрате Найдем отрезок А, Б 3 минус 0 в квадрате плюс 2 минус 0 в квадрате Получаем 9 плюс 4, либо корень квадратный из 13 Далее, точно так же по данной формуле вычислим значение В, С Подставим соответствующие координаты Получаем корень из 18 И вычислим значение А, С По данной формуле получаем корень квадратный из 25 или 5 А теперь найдем три стороны треугольника Д, Е, Ф По данной формуле у нас есть координаты точек Д, Е и Ф Получаем Д, Е равно 5, Е, Ф корень квадратный из 18 А, Д, Ф корень из 13 Мы увидим, что данные треугольники равны между собой Так как их соответствующие стороны равны Если рассмотрим коэффициент подобия, мы получим единица Ребята, обратите внимание на стороны полученных треугольников А, Б корень квадратный из 13 И, Д, Ф корень из 13 Значит, А, Б и Д, Ф соответствующие стороны наших треугольников Тогда мы должны рассмотреть в случае подобия отношения именно А, Б и Д, Ф А также мы, показывая данное отношение, понимаем, что угол А равен углу Д А угол Б равен углу Ф И точно так же, Б, С равен корень квадратный из 18 И Е, Ф также корень квадратный из 18 А значит, мы должны рассмотреть отношения именно данных двух сторон Так как они соответствующие стороны двух треугольников Угол Б равен углу Ф А угол С равен углу Е Ну, тогда остаются третьи стороны И их отношения мы рассмотрим в том же направлении Получаем коэффициент подобия В нашем случае коэффициент подобия единица Так как два треугольника равны по трем сторонам Ребята, на этом наш урок подошел к концу Сегодня мы с вами решали задачи на применение признаков подобия треугольников Желаю вам всем полезных знаний До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok